Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Наконец-то в общий доступ вышел тот самый многими долгожданный горьковский ветеран, а именно ГАЗ-33071. В данном случае мы имеем дело с конвертом. Оригинальную работу в свое время выполнили Серега Желток, Дэнж-90, Кирюха и Родик. В ФС-19 конвертили этот газон Алексей Кисанек Дерс, а в ФС-22 конвертировал эту работу фермер Гена. Для него это первая подобная, ребятки, работа, так что не будем судить его строго. Да, она не идеальная и в дальнейшем Гена будет ее исправлять. Но уже сейчас этот самый ветеран может нас порадовать своим колоритом. Не хватало его действительно, ребят, в общике. Все-таки 53-х конвертах хватает, а вот газон этот до сих пор 33071, их наследник так и не подъехал. Ну вот, наконец-то, хоть что-то мы уже видим. Итак, ребятки, что касается конфигов, небогат у нас на конфигурации. Пару конфигураций двигателей, самый стоковый 125 лошадок, объем топливного бака 160 литров, 90-ки, наверное, сейчас его максимальная скорость, ну и 5000 литров и объем его стокового кузова. Можно раскачать его зерновой кузов до 10 кубов, ну или, например, поставить конфигурацию, опять же, 10-кубового кузова для силоса. Что касается двигателя, можно раскачать его до 136 лошадок, ну и, опять же, есть несколько вариаций с цветом. Это, собственно, кабина, кроме того, решетку можно вот эту вот перед радиатором покрасить, ну и, само собой, кузов обода у него не красится. Вот такая вот, ребятки, наборка. Ну и сейчас посмотрим на него уже в игре, что он может, что нам, друзья, показать этот самый грузовичок. Что касается светотехники, в целом она рабочая, есть, конечно, свои моменты. Не самая она яркая, но, тем не менее, рабочая саунд, как видите, ну, необходимый колорит, разумеется, газона, который потрепанный, в который проникала влага. В общем, вот такой вот старый добрый газонище, который вот действительно прям для села, для села поработал. Уж так поработал уже сейчас изношенный прям в базовой версии. Ну, как вы видите, ребятки, то, что касается поворотников и варитей, тут полный порядок. Светотехника, то, что касается рабочего освещения, также работает. Сейчас посмотрите. Конечно, не очень ярко, но, тем не менее, присутствует, работает. Сейчас посмотрим, ребят, из кабины, как это все смотрится. Освещает он дорогу перед собой, приборка тоже не очень ярко подсвечена. Но, тем не менее, рассмотреть все, что нужно, можно, разумеется. Ну, вот то, что касается износа и касательно загрязнения, есть определенные вопросы. И Гена также будет эти моменты править. Опять же, ребят, повторюсь, первый опыт у человека и первые итерации этого конверта. Так что будем ожидать дальнейших обновлений. Вот так выглядит износ. Да, конечно, может быть не самым лучшим образом. Но, тем не менее, ребят, в сравнении с многими другими модификациями, конвертами, где износ еще более ужасен, когда просто там пол кабины может слезть вот сплошняком краской. Тут еще не самый плохой вариант. Куда, конечно же, послабее история с загрязнением в данный момент. Потому что он полностью тонируется в серый цвет. Наш газон при этом у него, то, что касается радиаторной решетки, ни капли грязи, и фары чистые, и бампер. Но это, опять же, повторюсь, ребят, все будет исправлено. Гена настроена решительно довести его до ума. Благо, что интерес к этому газону присутствует. Ну, его тупо нет, ребят, до этого времени. В общем, доступа особо-то и не было. Были, конечно, вариации газона, которые конвертировали для себя некоторые ребята. Но они никуда особо сильно-то и не выходили. Вот, пожалуйста, вот такая вот бесплатная история для всех, для нас от дебютанта. Так что будем ожидать, как он ее будет развивать, доводить до ума. Ну, а вы, конечно же, ребят, можете скачать это добро уже сейчас. Не досматривать мой обзор до конца. Благо, ссылочки на скачивание я, как и всегда, закинул в описании к этому видео. Так что обязательно, ребятки, скачайте. Мы же сейчас пересядем вот в эту красоту с силостым кузовом. Ну, и немножечко на нем покатаемся и посмотрим на подвесочку. После чего я уже буду финалить наш недолгий обзор. Тем более, что особенно смотреть, ребят, когда надо эту красоту катать. Из того, что также, други мои, нужно отметить, чтобы для вас не было неожиданности. Есть определенные проблемы с разгрузкой кузова. Лучше всего разгружать те же самые зерновые кузова назад. Ну, и опять же, Гена исправит все эти моменты, которые имеются. Ну, и также есть своя история с поведением подвески. Она, мягко говоря, ребятки, деревянная. В остальном, газончик действительно радует глаз. Он, конечно же, такой товарищ, который действительно пригодится на любой ферме для фанатов вот этого самого советского колхоза. Действительно, очень симпатичный товарищ. Чего не отнять, ни него того не отнять. Поэтому, други, обязательно скачайте, попробуйте его. Ну, и разумеется, будем ждать, когда Гена уже обновит эту самую модификацию. Да, конечно, вот этого самого газона не хватает в авторской совершенно новенькой работе. В частности, Кемерзянов 102, который известен по ряду оборудки разнообразной. Плюс, опять же, работал над модификацией Кировец К700. Вот он дважды брался за эту самую модельку, но оба раза как-то у него не срасталось. В последнее время он переключился на культиваторы. И вот как-то пока вот эта работа лежит в стороне, тем не менее, надеемся, что Кемерзянов когда-то уже этот самый газон реализует. И там будет полный, конечно, фарш. Не только авторская, красивая, новенькая модель, но и, разумеется, конфигии. Ну, опять же, шноркель какой-нибудь увидим, к которому некоторые привыкли, глядя на всякие турбодизельные газоны. В общем, друзья, ожидаем, как то, когда и Кемерзянов 102 займет своей работой, будет очень круто. Если он действительно реализует для общика. Ну и, само собой, конечно же, знаем, когда Гена уже накинет, друзья, необходимых моментов для этого своего конверта. И будет он восприниматься нами еще лучше. Ну а пока и так, слава богу, сойдет. Не было его, так что, друзья, смело катаем его и пробуем на своих фермах. Но у меня на этом все, все, что я вам хотел, показал и рассказал. Ну и, как всегда, в конце говорю о главном. Желаю вам всем близким, ну и, разумеется, вам здоровья и всего самого наилучшего. А всем нам мирного, чистого неба над головами. Если что, вдруг, друзья, знаете, где меня найти? Моя группа ВКонтакте не меняла своего названия. Просто симулятор обзоры по форме симулятора 22. Ну а я же, конечно же, надолго не прощаюсь. Вы и сами знаете, что скоро услышимся и увидимся на канале Просто симулятора. Пока-пока, друзья! Субтитры подогнал «Симулятор»! Продолжение следует...